И эту тему более подробно обсудим с Вячеславом Потапенко, это руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований. Вячеслав, рады приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, сразу к первой теме, вот касательно того, что Польша усилила меры безопасности из-за опасений российских диверсий. Какая, по вашему мнению, преследуется цель у россиян проводить какие-либо диверсии на территории Европейского Союза в целом? Ну, с моей точки зрения, это продолжение российской политики, угрозы, запугивания, которая была и в 21-м году до начала широкомасштабной агрессии. Тогда Путин предъявил НАТО целый комплекс требований. И я так понимаю, что одним из них было нападение на Украину. Сейчас война у нас продолжается, однако Россия частично адаптировалась к этой всей истории и опять разворачивает гибридную войну против этих стран для того, чтобы принудить принять свои условия. Здесь и политика содействия перемещению беженцев из Ближнего Востока в страны Европейского Союза и использование средств радиоэлектронной борьбы для затруднения работы аэропортов и возможной диверсии, подрывы, ввиду вербовка политических, скажем так, активистов, политиков, членов парламента, поддержка и раздувание всяческих недовольств, демонстраций, особенно те, которые связаны с Украиной и политикой поддержки Украины правительствами европейских стран. В свою очередь, издание Wall Street Journal пишет о том, что Европа видит признаки российского саботажа, но не решается обвинить Кремль. И в свою очередь называют главную причину. Некоторые правительства также воздерживаются от обвинений в адрес Москвы, опасаясь эскалации напряженности. О какой напряженности и эскалации может идти речь в силу того, что, ну, мне кажется, Путин уже себя проявил сполна, как он действует в отношении Украины в данном ключе? Ну, в отношении Украины, безусловно, с моей точки зрения, большинство, скажем, аналитиков, которым доверяют европейские страны, они держатся той точки зрения, что маловероятно, что Путин начнет прямую конвенциальную войну по типу украинской со странами НАТО. И поэтому, фактически, по их мнению, на сегодняшний день странам НАТО угрожают вот такие гибридные действия, о которых мы говорим. И поскольку страны НАТО, страны Евросоюза считают, что, ну, у них достаточно сильные институты, что граждане поддерживают власть, что, как бы, никому не придет в голову, так сказать, переходить на российскую сторону, то есть они считают, что они смогут противостоять этим угрозам, и кроме небольшого ущерба, это, как бы, не нанесет и не приведет к такой большой конвенциальной войне с окопами, танками, бомбардировками, обстрелами ракет. Именно поэтому они придерживаются такой политики, хотя они меняют стратегические документы, связанные с сектором безопасности, военной политикой. Они, как это, призывают резервистов на границах Балтийских стран и Польши уже давно построены и рвы, и укрепления, и колючая проволока, и переведены туда войска из других стран НАТО для усиления, и, так сказать, работает система ПВО, установленная и так далее. То есть, на самом деле, они принимают определенные меры, которые не позволят они принимают войска, принимают другие меры и, таким образом, рассчитывают, что эти превентивные меры смогут свести это противостояние к гибридной войне, где они тоже сильнее. Вот такая у них позиция. Ответ может быть ли каким-либо целым, в силу того, что, ну как ни крути, есть члены альянса НАТО. НАТО там все четко прописано, и пятая статья тоже о многом говорит. Неужто Российская Федерация в лице Путина сейчас вообще не боится каких-либо последствий, понимая, что да, НАТО это больше сдерживающий альянс, но ведь ответ же тоже может поступить на диверсии на чужой территории. Ну, по поводу ответа на диверсии сказать сложно, потому что в Польшу прилетело две ракеты, которые, судя по всему, российские. В Румынию несколько беспилотников были российских, на Чуме море был сбит американский беспилотник, хотя это не входит в зону ответственности НАТО. но и видно, что есть формальное обоснование, почему не нападение. Дело в том, что когда идет такая война, в соседних странах, то есть во Вторую мировую войну был прецедент бомбардировки Швеции немецкими войсками и Швейцарии тоже немецкими войсками, однако эти страны остались нейтральными, невзирая на это. То есть, на самом деле, даже прямые, прямые такие небольшие боестолкновения при желании на это закрываются глаза. Вопрос в политическом решении. Политические позиции НАТО, они пока не видят в этом противостоянии с так называемым глобальным югом, с общей вот этой группой авторитарных режимов, которая хочет перераспределить власть в мире, пересмотреть по сути итоги Второй мировой войны, ООН и доминирование США, которое сложилось в 90-х годах. То есть, они считают, что всё ещё пока это отдельная Россия, которую немножко поддерживают, и что НАТО может этому противостоять. Во многом, с моей точки зрения субъективной, во многом это уже на сегодняшний день иллюзия, это некая инерция, когда страны Старой Европы привыкли к тому, что, ну, в общем-то, они самые сильные, самые мудрые, самые богатые, им, в общем-то, все хотят следовать, и они могут, в общем-то, как бы не бояться никого. Мне кажется, что ситуация в мире меняется, и не только в сфере экономики и международных отношений, но и в сфере безопасности, и как бы идёт, начался процесс серьёзного борьбы за передел и экономического, и военного, и идеологического могущества во всём мире. И у Европы есть реальные серьёзные риски. Им бы было, конечно, с моей точки зрения, намного проще поддержать Украину в 22-м году всерьёз, и, так сказать, помочь добиться успеха и поставить точку на этом театре военных действий, нежели потом получать огромный комплекс проблем, которые, скорее всего, всё равно приведёт к боевым действиям, возможно, не исключено, что и на их территории. По крайней мере, этого исключать сейчас уже нельзя. В свою очередь, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы призвали членов НАТО увеличить оборонные бюджеты и как минимум до 2,5% от ВВП. Такое предложение государство Балтии планирует озвучить на саммите Альянс в июле. И отмечается, что сейчас члены блока обязаны выделять на оборону не менее 2%, но только 11 из 32 стран достигли этого показателя в прошлом году. И также сейчас появляется информация о том, что в Российской Федерации хотят повысить налог на прибыль с 20 до 25%. И, по словам российского Минфина, это может добавить в российский бюджет, в бюджет страны-агрессора, дополнительных чуть более 14 миллиардов долларов. Ведь видно же, что сейчас идёт ставка уже на повышение. Почему некоторые страны Европейского Союза, точнее не только лишь Европейского Союза, в целом некоторые члены Альянса НАТО видят действия России публичное причём, но всё равно не спешат действовать. Вот это я к тому, о том, что не все члены Альянса НАТО готовы платить больше в оборонный военный бюджет. Почему до сих пор такое? Ну, это как бы старая проблема. На самом деле, вот всё, о чём мы говорим, все основные элементы угроз и сами угрозы, они уже существовали в 2014 году. Я прекрасно помню эти международные конференции в Крэннице, куда в Польше приезжали сотни украинских экспертов, политологов, политиков, министров и масса западных, так сказать, аналитиков. Это всё докладывалось, слушалось, обсуждалось. То есть нельзя сказать, чтобы они об этом не знали. Вопрос в том, что, понимаете, перевести Евросоюз и страны Евросоюза с военных на мирные рельсы очень сложно, потому что сама логика развития, сами те тренды, те, я бы сказал, установки развития общества, они, в принципе, противоречат войне. Я говорю о зелёном переходе, я говорю о, так сказать, политике региона, политике толерантности, гендерного равенства. Вот эти все подходы, они абсолютно пацифистские. Спасибо огромное, Вячеслав. Вячеслав Потапенко с нами был на прямой связи.